Продолжение следует... Как мы начнем обсуждение, позвольте напомнить, что сегодня 25 декабря 2018 года, а это значит, что прошло ровно 19 месяцев с того момента, когда были заблокированы выплаты в Германии, Польше, Казахстане и Украине. 19 месяцев уже инвесторы из этих стран не получают никаких выплат. Ну, в России и в других странах Европы выплаты, как вы знаете, были заблокированы на пару месяцев попозже. Конечно, можно и дальше ждать, когда компания Квестера разродится и что-то там начнет платить, может быть, году в 2030. Но, на мой взгляд, намного продуктивнее работать с теми компаниями, которые работают, платят и не кидают своих инвесторов. Одна из таких компаний, это компания Тики. Вот это две выплаты, которые получили я и Ден Инвест. Вот это моя выплата 267 долларов буквально вчера, 24 декабря. Вот это выплата, которую получил Ден Инвест, 193 доллара сегодня, 25 декабря. Наверное, вы помните, что несколько месяцев назад Юлия Ксенофонтова опубликовала аудиосообщение, в котором рассказала, что она и ее партнеры наняли каких-то крутых спецов, чтобы они проверили юридический статус компании. По-моему, там шла речь про компанию Леонора Свис и Favince Set Management. И на тот момент, по ее словам, в компании все было прекрасно, все замечательно. Компания легальная, налоги платит и так далее. Все прекрасно. И это говорит о том, что вопрос выплат это просто вопрос времени. Ну, давайте посмотрим, что же изменилось за эти несколько месяцев. Предлагаю народный референдум. Голосование. Я выбираю правду о компании Квестра для инвесторов Агам с требованием организовать официальную конференцию Рабала и Абакумова. Да-да, именно Агам. Нас никто не спросил, когда перевели Favince. Вот уже 16 месяцев нет никаких данных от компании Favince. Тем не менее, остался единственный канал, который продолжает активно вещать и высыплять сознание большинства. Как мне сейчас сообщили, это канал Кучеренко Людмилы из Одессы. Регулярно убеждает всех ждать новости в кабинете, чтобы народ в суды не ринулся. Имеет такую смелость тот, кто владеет информацией. Пора начинать требовать официальную конференцию и сказать миру правду. Хватит опираться на домыслы и предложения от засланных казачков типа «Август наш месяц». Голосуйте своим лайком, репостом и так далее за конференцию в январе 2019 года. Юлия пишет «Ждать больше нельзя». Ну, а позвольте вам напомнить, что еще полгода назад многие инвесторы начали подавать заявления в Интерпол. То есть эти люди еще тогда поняли, что ждать особо нечего, потому что чем больше инвесторы ждут, тем больше они дают мошенникам возможности припрятать украденные деньги. И я вас, Юлия, поздравляю с прозрением, конечно, что спустя полгода вы поняли, что ждать больше нельзя, в то время как многие люди поняли это еще намного раньше. Пора требовать отчет от мегакорпорации. Заметьте уже слово «мегакорпорации» в скобочках. То есть оказывается, корпорация номер один не такая уж и номер один, как она себя позиционирует. Ну да, если особенно вспомнить, что корпорация номер один последнюю конференцию провела аж в ноябре 2017 года, то есть больше года назад ни слуху, ни духу, ни конференции, ни новостей, ничего. Пора всех, кому выгодно держать нас в неведении и продолжать имитацию бурной деятельности, привлечь к ответу за свою работу. Если не вернут нам наши деньги, то пусть вернут нам нашу жизнь. Неведение убивает... Интересно. Если не вернут нам наши деньги, то пусть вернут нам нашу жизнь. То есть Юлия уже согласна, что и деньги могут не вернуть. Юлия, что вы такое говорите? Разве может такое быть? Это же не лохотрон какой-нибудь, это же великая корпорация. Вы же там все проверяли с вашими юристами. По документам у нее все прекрасно и все замечательно. Что это за предположения такие страны не вернут нам наши деньги? То есть даже мысли такой нельзя допускать. С каждым разом, когда обман безнаказан, вы лишаете силы, данной вам для жизни. Поэтому вы вынуждены выживать. Это призыв к правде. Только все вместе имеют силу. Наступил момент истины. Мне сейчас хочется надеть кепочку и на броневичок. Так, наступил момент истины. И говорю это, так как след наших денег растворился в октябре 18-го года. А вот это что-то новенькое. След денег растворился в октябре 18-го года. И только официальная конференция расставит все по своим местам. Пора прекратить эту массовую шизофрению от тех, кому выгодно держать всех в иллюзии. Ваша жизнь, ваши решения. Я свой выбор делаю в пользу правды. А ты? Голосуй за то, чтобы Кабо-Верде, Агам, Файвинс отчитались перед нами за наши деньги в январе 2019-го года. В июне 2017-го года на офисе на Марксистской 5 было собрание инвесторов России. Было более 15 городов, на котором присутствовало более 300 человек. Где единогласно Ольгу Клейнард вместе с адвокатом, которого представили всем как официальное лицо от Квестры, Антоном Аранибаром, выбрали представителем от всех инвесторов России. И они честно и хорошо выполняли эту роль определенный период времени. При этом Ольга всем нам пообещала на одном из бизнес-кофе быть с нами до конца. А потом вдруг однажды, как ни в чем не бывало, начала вести презентации NTFG без уведомления о том, что происходит в Квестра. В отличие от многих других лидеров. Поэтому все 300 человек были свидетелями и оказали свое доверие Ольге Клейнард, которая единственно имела общение с руководством через Мухина Алексея. Имеют право требовать ответ перед инвесторами о полном состоянии дел в корпорации посредством официального обращения об организации конференции от руководства Акционерного инвестиционного фонда Агам. Если вы с этим согласны, сообщите об этом всем инвесторам, которые готовы к тому, чтобы знать правду. Под этим постом мой личный ответ. Почему и для чего я это делаю в то время, когда сама лично давала данные о надежности корпорации. Здесь мы видим надпись «Автор ограничил возможность комментирования». И вот здесь вот есть еще комментарий. Перейдем сюда. Сейчас на меня обрушился шквал негатива. Да, я готова к нему. Именно поэтому я и говорю с вами. Да, я говорил и убеждал о вас всех. Как и Маша Антоненко сейчас в IT Golden. Как Клейнард Ольга сейчас в NTFG. Как Кудряшов Валерий, свободный инвестор. Как Кира Антипина, Людмила Афонина и многие другие. Потому что были данные, подтверждающие нашу чистоту намерений и серьезность акционерного инвестиционного фонда Агам. Пять ветров. Это какие данные, например. То, что Агам летом 2017 года прекратил выплаты и уже полтора года не платит. Это вот в этом выражалась серьезность намерений. Или серьезность намерений в том, что компания провела последнюю конференцию в ноябре 2017 года. И с тех пор ни конференции, ни новостей, ничего. Это вот так вот серьезные компании делают. Но для Юли изменились исходные данные аж в октябре 2018 года. То есть то, что выплат больше года нет, это как бы не серьезные данные. А вот исходные данные в документах каких-то, вот это да, это серьезно. Поэтому не надо нападать друг на друга, как свора голодных собак. Не надо заниматься людоедством, а надо требовать правду от корпорации. Требуя официальную конференцию и полную ясность от руководства корпорации. Теперь пусть говорит и показывает Каба Верда. Ура, товарищи! Ну, друзья, что могу сказать? Нет, конечно, я обоими руками за, чтобы в январе или когда-то там господин Рабала, а еще лучше с Гилобертом, а еще лучше с Собакумом вышли на камеру, вышли на связь. И вам все, все по полочкам разложили, что происходит в великой корпорации, какие изменения, какие китайцы корпорацию покупают, какие волшебные проценты уже гениальные 25 управляющих за все это время наторговали. Представляете? Полтора года нет выплат из компании. И представляете, какие там уже бешеные деньги. Там просто они бедные не знают, куда деньги девать, понимаете? Они как с Крудж Макдак уже купаются там просто. Там Роберт, этот сам Уоррен Баффет просто отдыхает вместе с Киосаки тоже, да? То есть я буду только рад, если вам устроят грандиозную конференцию там с фейерверками, с песнями-плясками, не вопрос. И даже я буду рад, если всем все заплатят. Что вы думаете? Я против выплат, что ли? Только за. Я только за, чтобы было больше довольных, счастливых, богатых инвесторов. Поэтому я буду только рад, если и конференцию проведут, и все новости расскажут, а главное, выплаты начнут. Но что-то, что-то мне намекает на то, что этого не произойдет. И вот мне интересно, Юлия, вот давайте немножко порассуждаем. Ну хорошо, предположим, соберутся несколько тысяч инвесторов, которые подпишут вашу петицию. Да, мы требуем информации от компании. Выйдите к нам и расскажите всю правду. Ну вот, опубликовали вы некое обращение, и под ним подписалось 10 тысяч человек. 10 тысяч инвесторов. Ну круто, да. Дальше что? Ну подписалось 10 тысяч человек. Дальше что? Прошел январь 2019 года. Февраль, март, апрель. Июнь наступил. Декабрь 2019 года. Вот, ну, понимаете мою мысль, да? Что вот эти полтора года не было никаких выплат, и ничего для инвесторов не менялось. А все вопли, все жалобы инвесторов, как пустой звук. И даже, позвольте вам напомнить, даже заявления в Интерпол, которые люди писали, даже, похоже, они еще не возымели никакого действия, да? Потому что никто на данный момент не арестованный, еще и не сидит. Ну, Павла Крымова считать не будем, он вроде как к Вестере не имеет отношения, да? То есть, получается, несмотря на все усилия, за полтора прошедших года, по большому-то счету, никакого результата особого достигнуто не было. Ну, может быть, я чего-то не знаю. Из чего вы взяли, что написание или подписание какой-то отдельной петиции что-то изменит? В 2019 году. В 2020. Ну, я не знаю. Пожалуйста, друзья, можете высказать ваше мнение в комментариях к этому видео, что вы думаете по поводу этой петиции. Напоминаю, что лучше работать с теми компаниями, которые не кидают своих инвесторов, а четко выполняют свои обязательства и платят. Больше информации о компании Тики можете найти в описании к этому видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!